МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, смотрите сегодня. Привыкаем к новым мячам и необычным прическам. Особенности второго турецкого сбора. Сотая победа в международных матчах, за счет чего удалось обыграть неуступчивых сербов. Спарринг, от которого захватывает дух. Все подробности поединка желтозеленых с румынским васлоем. Прощай с вами в прошлой программе. Мы оставляли футболистов в Кубани, возвращающимся домой с первого зимнего сбора. Проведя в Краснодаре несколько дней, немного отдохнув, желто-зеленые уже 31 января вновь отправились в Андалию. Второй этап предсезонной подготовки, как и первый турецкий сбор, проходит в расположенном неподалеку от Белека, поселке с озвученным именем Ташли-Бурун. В Турцию отправились все здоровые игроки основного состава, а также три представителя молодежки, Денис Якова, Василий Пинчук и Тимури Букея. Желто-зеленые заселились в те же номера отеля «Калисто Люксур Резорт», что и пять дней назад пообедали и отправились на тренировку. Первое, к чему предстояло приспособиться желто-зеленым на втором турецком сборе, это новые мячи под названием «Адидас Бразука». Именно такими будут играть участники финального турнира чемпионата мира в Бразилии. В интересах национальной команды привыкать к новому снаряду футболисты российской премьер-лиги начнут уже с первого весеннего матча. Визуально Бразука значительно отличается от своего предшественника Кафуза, и различия на этом не заканчиваются. Особый характер нового мяча футболисты Кували отметили буквально с первых же касаний. Нелегко было желто-зеленым привыкнуть к новой прическе своего нападающего и приема Бальде. Синий Галец решил избавиться от привычных косичек, на смену им пришел довольно своеобразный ирокез. Судя по комментариям в клубных социальных сервисах, болельщики этому только рады. Кто-то даже успел подсчитать, что благодаря новой шевелюре коэффициент аэродинамического сопротивления Ибры уменьшится, что позволит ему прибавить скорости на 0,5 секунды на каждые 100 метров. Продолжение следует... В перерыве между тренировками желто-зеленые нашли время для того, чтобы поддержать своего одноклубника Богдана Корюкина. Напомню, что в ходе первого сбора галкипер порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона. Вратарь успешно принес операцию в Мюнхене и сейчас начал период восстановления. Чтобы поднять его боевой дух, футболисты Кубани устроили своеобразный мини-пикет прямо в холле турецкого отеля. Собой! Погиби, а? Возвращаюсь. Нормально? Между тем, очень быстро пришло время для первых контрольных матчей. 3 февраля стала для желто-зеленых по-настоящему ударным днем. Ведь именно на эту дату было запланировано сразу два спарринга. Первым утренним матчем соперником краснарцев стала команда ОФК «Белград», играющая довольно заметную роль в чемпионате Сербии. Учитывая насыщенность игрового дня, наставный желто-зеленых Виктор Гончаренко постарался распределить нагрузку между игроками максимально равномерно. Представить своим подопечным примерно равное количество игрового времени. Уже в начале матча желто-зеленые организовали опаснейший голевой момент. Однако Бальде не сумею реализовать выход 1 на 1 с голкипером. А после повторного удара в исполнении Букура защитник ОФК выбил мяч буквально с ленточки ворот. Спустя еще несколько минут на ударной позиции вновь был Букур, но и на этот раз превратить опасный момент в гол не удалось. Мяч попал в штангу. Надо сказать, что и белградцы выступать на поле исключительно в качестве статистов не собирались и временами реализовывали свои опасные контр-выпады. Правда, ничего такого, с чем наша оборона могла бы не справиться. Под занавес тайма Кубань вновь увеличила давление на брута оппонентов, и это дало свои плоды. Отличился Маркос Вурене, который отлучался в национальную сборную и только-только присоединился к желто-зеленым на втором сборе. Именно Коста-Риканец после фланговой передачи Безлихотного открыл счет в матче. Причем сделано это было на редкость эффектно. Мяч над скоком от газона по красивой дуге опустился за шиворот к голкиперу, точнехонько под перекладом. Начало второго тайма было отмечено весьма курьезным событием. Владислав Игнатий, выполняя подачу углового, сделал настолько широкий размах, что едва не сломал пополам угловой флажок. Впрочем, хавберг проявил гражданскую сознательность и лично занялся починкой инвентаря. Причем не успокоился до тех пор, пока флажок не был установлен как надо. Ну а затем все-таки выполнил подачу, которая едва не превратилась в гол. Мяч лек точно на голову Мельгареха, который метил в дальний угол, но чуть разминулся со штангой. Сербы в ответ угрожали, как правило, со стандарта, заставляя молодого голкипера Кошелева немного понервничать. Впрочем, мяч, как правило, шел мимо цели. Кубан же поднажало еще немного и в конце концов добилось своего. Проникающая передача у Ренина Безлихотного оказалась голевой. Таким образом, Маркес отблагодарил Никиту за голевой пас в концовке первого тайма. Все, что оставалось самому Безлихотному, это на замахе обыграть голкипера и закатить мяч в уже пустые ворота. И так же в света была уже у Желтой Зеленых возможность довести счет до крупного. На этот раз у Ренина ассистировал уже Игнатьеву, но Вряший из выгодной позиции промахнулся. В итоге матч завершился заслуженной победой Желто-Зеленых со счетом 2-0. Причем победой, как выяснилось, исторической. Дотошные статистики почитали, что этот триумф стал сотой викторией Желто-Зеленых в международных матчах. Всего же, начиная с 1992 года, наша команда провела уже 170 международных матчей, включая товарищеские встречи и поединки Лиги Европы. Первые 30 минут мы очень хорошо действовали, мы практически ничего не позволяли сопернику сделать, при этом сами нагнетали обстановку ворот соперника во втором тайме. В принципе, нравилось, как мы действовали в атаке, но начали уставать, и уже какие-то зоны появились в наших воротках. Если игра идет между линиями, тогда какие-то моменты могут быть в наших воротах. Но считаю, что мы закономерно победили, потому что моментов достаточно создали. Победив сербский клуб ОФК, пообедав и немного отдохнув, игроки Кубани вновь отправились на поле футбольного центра Белиз, чтобы провести еще один контрольный матч. В вечерней программе игрового дня начался поединок против одного из лидеров румынского футбола последних лет – команды «Васлу». Виктор Гончаренко, как и обещал, вновь прибегнул к значительной ротации состава. Футболисты, вышедшие в стартовом составе утреннего поединка, с исключением Байчура, которого заменил Белинов, и в матче с румынами появились на поле с первых минут. Однако теперь им предстояло отыграть не полчаса, а час. Желто-зеленые быстро завладели инициативой и могли открыть счет уже в дебюте матча. Умело перехватив мяч на своей половине поля, краснарцы бросили в прорыв Ибраиму Бальде. Сенегалец выходил по сути один на один с галкипером, однако защитник Ортис успел свалить на подступах штрафной, тем самым лишив нашего нападающего явной возможности забить мяч. Арбитр встречи справедливо удалил нарушителя с поля, учитывая, что играть оставалось еще полтора тайма, на результат встречи это наверняка бы повлияло. Однако по договоренности между командами на место провинившегося вышел другой игрок в ослое. Ничего не поделаешь, такая уж особенность контрольных матчей. К слову, заработанным штрафным ударом в опасной близости от ворот, желто-зеленые толком воспользоваться не сумели. Евелин Попов мощным ударом прошил стенку, но угодил точно в руки галкиперу. Нереду тем сбавлять обороты желто-зеленые даже не думали. Дважды на хорошие ли удары позиции на подступах штрафной оказывался Хубулов. Ударом Арсена не откажешь в силе, правда его точности пока не доставало. Если в первом случае мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги, и голкипер явно не сумел бы его парировать, то второй выстрел оказался, что называется, и вовсе по воробьям. Отметим, что вскоре удаление случилось и у нашей команды. За грубый фоу в центре поля красную карточку получил Шарль Кабаре. Однако Виктор Гончаренко не спешил уравнивать составы, и на протяжении какого-то времени желто-зеленые играли в десятером. Очевидно, наставник хотел лишний раз напомнить своим подопечным, каково это играть в меньшинстве, чтобы уже в официальных матчах искушение сорваться и подвести команду никого не возникло. В тайме втором рисунок игры особо не поменялся. Едва успели команда развести мяч в центре поля, как на ударной позиции вновь оказался Хубулов. Увы, глазомер подвел Арсена и на этот раз. Удар вновь пришелся рядом со штангой, зато не на шутку напугал румынского голкипера. Пришлось ему изрядно понервничать и пару минут спустя, когда мощный выстрел метров с 20 удался Гонсало Буэна. По иронии судьбы вновь в тот же угол и вновь рядом со штангой. Футболисты в ослое, между тем, время от времени также вспоминали, что неплохо было угрожать воротам соперника, а потому иногда удостаивали Александра Белинова вот такими дальними ударами, которые назвать опасными как-то не поворачивался языком. Зато в составе Кубани изрядно порадовал Маркос Урения. Завладев мячом в районе центрального круга, нападающий ловко избавился сперва от одного опекуна, а затем ловкими финтами в стиле Хриштиану Роналду едва не обвел вокруг пальца и второго. Лишь когда Костариканец уже ворвался в штрафную, защитнику ничего не оставалось, как на свой страх и риск навязать ему силовую борьбу, как следствие уронить на газон. Более здесь нарушение, достойное пенальти или нет, судить очень сложно. Арбитр матча посчитал, что все было в рамках правил. Тут-то и вспомнилось знаменитое «Не забиваешь ты, забивают тебе». Буквально в следующей атаке румынские футболисты едва не открыли счет. Нападающий во слое мощно бился предел, а в штрафной лишь великолепная реакция Александра Белинова уберегла желто-зеленых от верного гола. Однако румыны не унимались и на последних минутах устроили у ворот краснодарцев самый настоящий штурм. То, что происходило в штрафной Кубани в эти минуты, можно назвать самым настоящим хаосом. И то, что соперники в этой ситуации так и не сумели затолкать мяч в сетку, следует списать исключительно на изрядную долю везения. В итоге матч так и закончился со счетом 0-0. Голов нет, а вот пищи для размышлений предостаточно. Более сложный, более интенсивный соперник, ну, наверное, более высокого уровня сегодня нам противостоял. Сама игра понравилась, на хороших скоростях играли, инициатива переходила от одной команды к другой. Ну, думаю, что мы все-таки ближе были к победе, у нас не хватало вот такой агрессии на завершение, вот когда мяч мы доставляли в штрафную площадь. А так, достаточно хорошо мы сыграли, и молодые ребята, которые с нами здесь, они показывают довольно уверенную игру, проявляют себя с лучшей стороны. Ну, и опять же, что располовили мы 90 минут, 60 и 30, все сегодня получили хорошую нагрузку, поэтому получили мы еще пищу для размышлений, для анализа, для того, чтобы улучшать в последующих играх. Отметим, что на этом программа контрольных матчей в Турции для желто-зеленых вовсе не заканчивается. До окончания второго сбора Кубань проведет еще 4 спарринга. Следующей ударной датой для краснодарцев станет 7 февраля, когда также предстоит сыграть сразу два матча. Утром с одним из представителей чемпионата Чехии, клубом Богеминс, а вечером с серебряным призером словацкого чемпионата, командой Синница. 10 февраля желто-зеленые сыграют с серебряным призером чемпионата Румынии, командой Петроул, ну и на конец 11 февраля предстоит встреча с еще одним представителем чешского дивизиона, клубом БРНО. Подробнейший отчет о всех этих поединках мы обязательно покажем в наших следующих выпусках. Планируем все-таки, травмы могут быть, может быть что-то еще, по крайней мере погодные какие-то условия, по крайней мере планируем с 7 числа таким же образом сыграть. Наверняка где-то у нас одноразовые, где-то двухразовые будут тренировки, ну по крайней мере мы понимаем, что находимся на сборах, и здесь надо еще достаточно хорошо работать. На этом пока все, о самых свежих новостях из стана желто-зеленых расскажем в следующий раз. Это была Кубан Елена, увидимся ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok